ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как дела, как жизнь, как здоровье? Ну, это, как бы, такие общие темы, понятно, да. А с предыдущим собеседником, допустим, на какие темы беседуют? Я всем, вот, как говорится, листается здесь, да. С Новым годом, с праздником, вторым я успеваю. Я понял. То есть, таких тем, типа, как история или география, или там, может, еще какие, футбола у вас нет, да? Ну, как говорится, темы возникают сами собой. Сами собой возникают. А вот и инициирую вопросы. По вопросу я могу определить вашу тему. То есть, не стандартные вопросы, какие говорят там? Ну, судя по этому, я вот обратил внимание, сразу портрет мне показалось Николая Второго. Вот я считаю, что Александр Второй лучший правитель России за последние 200 лет. Вы с этим мнением согласны или нет? С моим? Ну, может быть, может быть, так сказать. Ну, понятно. Ну, я вас понял. Я к династии Романовых, я отношусь, так скажем, с осторожностью. Понятно. С осторожностью. Были там некие там, да, вот, Александр. А кому вы относитесь позитивно, например? Позитивно? Я не знаю. Наверное, к Ивану Грозному. Ну, да. Ну, Иван Грозный тоже много сделал, да. Есть такое. Ясно. Больше всех вопросов из всех романов у меня к нему. Ну, да, да. Вполне возможно. Прорубил форточку эту в Европу. Переформатировал, так сказать, Русь, Россию и прочее, так сказать. Понятно. Ну, я вас понял. Хорошо. Если хотите... Ну, так нельзя, Грич, отменило. Переформатировал. Вы правильно снова сначала употребили. Я жилил, у меня невеста, я ее забирал из Харькова. Понятно. Рад за невесту и за вас тоже. Значит, что, землякин. Да. Хорошо. Жду вас на канале. Всех благ. Удачи, здоровья, благополучия. О чем беседовать в рулетке? Как ваши дела? Ну, как вам сказать. Одно закрыл за отсутствием состава, трубы за отсутствием событий, остальные подшиваются. А ваши как? Слава Господу Богу нашему! Сижу, читаю книгу пророка Иова. Полезное занятие. А вы хотите вам прочитать? Да нет, я прочитаю, если нужно будет. Не в виде, так сказать, вашего представления, а в печатном виде. Вы-то на какие темы обеседуете в рулетке? Кроме как? Все самые разные. О психологии, о истории, о культуре, о медицине. Ну вот давайте об истории. Какой период истории вы больше всего знаете? Вы знаете, я не такой большой специалист, чтобы хвастаться. Но меня интересует в данном случае, в данном контексте, история Древней Руси. То есть, древнерусского государства. Ну я не особо специалист, я больше знаю, допустим, истории СССР. Ну кое-что знаю, но может вы какие-то мне тезиси скажете по истории Древней Руси, которую вот я не знаю. Это будет интересно. Благодарю за доверие. Вы знаете, я стараюсь быть очень логичным и искать твердую истину всегда, которую можно проверить и перепроверить. И вот то, что я всем советую почитать, то, что мне очень понравилось, это памятник древнерусской литературы святого благоверного князя Владимира Мономаха. То есть, у него три послания. От послания Петя, письмо его брату, еще какое-то есть. Там тоже небольшие очень, но очень емкие, очень интересные. Человек был действительно мудрый. И недаром память о нем сохранилась. И там вот книга, его жизнеописание, она действительно как потрясающий абсолютно источник. Круче любого триллера, вестерна, захватывающей истории. Человек был действительно очень, как вам сказать, интересный. Действительно интересный. Прожил очень бурную жизнь. И каждому человеку православному, каждому русскому человеку, каждому восточному славянину надо прочитать эту книгу. Она очень коротенькая, очень маленькая, но очень глубокая. Ну, хорошо. А в двух словах, какова современная актуальность этой книги? Суть? Пожалуйста. В двух словах, то, что он в своей жизни, на деле пытался применить то, чему учит Библия, чему учит Евангелие, чему учит Христос. То есть, он прощал то, что многие люди, скорее всего, бы не простили. Даже сегодня и в прошлом. И если бы ему следовали, если бы ему следовали его потомки и его братья и их потомки, то, скорее всего, бы многих трагических событий удалось бы избежать. Таких, как распад древнерусского государства, битва на Калке и многое-многое другое. Ну да, возможно. Я вас понял. Спасибо за информацию. А вы из какого города? Из Петропавловска, нет? Нет, я из Алматы, но у меня предки из самых разных мест бывшего союза. Пять национальностей, только о которых я знаю. Просто вы, я вижу, славянин по внешности и взгляды у вас такие прославянские. Обычно такие люди живут на севере Казахстана. В основном Петропавловск и Павлодар. Очень более приятно, что вы с юга Казахстана имеете такие взгляды. Ну, это Алмата. Она очень особый город, многонациональный. И, на самом деле, если брать по прямой линии, то я угрофим. Вот. А может быть даже швед. Не знаю. Ну, у меня, в принципе... У меня... Освободитель. Молодец. Вот вы... Основатель лучшего города. Донова. Да, я вижу, что вы и историю 19 века хорошо знаете. Молодец. Немножко. По моему мнению, лучший правитель России за последние 200 лет. Александр Второй. Возможно. Возможно. Ну, там много было хороших правителей. О. Ну... Первый тоже был. Несколько, да. Ну, хорошо. Жду вас на канале. Рад встрече. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Полугода. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. А чё беседуете? Дядяшка, как вас было? Да так, внучок, нормально. Да-да. О чём беседуете? На какие темы вырубляете? Это на разные. Ну, ко мне есть какие-нибудь вопросы? Любовь. Отечество. Ну и так далее. Ну, отечество я понял. А первое слово? Повторите. Любовь. Любовь. А, понятно. А, понятно. Ну, а если по отечеству, вот, знаете российскую историю, хорошо? Ну, это хорошо, но знаю, да. Ну, чей портрет у меня вот сзади меня стоит? Ну, где вы даже не видите, честно, я вам скажу, что вот очень плохо видит. Так, ну это Романыч. Какой? Они все, они все начинают с Петра Первого, а все Романовы. Скажите, Роман Романович. Не могу сказать вам точно, потому что плохо знаю кто-то. Я его буду убрать. А вы же сказали неплохо знаете. Не, ну, ну, ваше предположение. Не, это плохо знаю. Это плохо знаю. Я вам скажу правильный ответ. У вас такое-нибудь есть предположение? А вы подъебываете, получается, русских ребят, которые не знают свою историю? Я правильно что слышал? Еще раз. Русских ребят, которые не знают свою историю, что? Вы подъебываете. Ну, почему подъебываетесь? Я учу истории русских ребят, которые не знают. Только оттуда будете? Это Александр Второй из Харькова, я буду. А, вы из Харькова, так вы русский, что ли? Ну, русский, понятное дело, а кто же еще? Ну, а то же вы в русском, правильно? Что? Есть ли кто-нибудь, я сам в Сербии. Откуда вы? Сербия. А, Сербия? Да, я сам в Сербии. А написано, что вы из Курска, нет? Нет, я сейчас в Курске, у меня женой из Курска. А, а сами из Сербии, что ли? Ну, там все из Сербии, да. Ну, Серб сам по этносу или нет? Да, да, я серб, да, да. Нет, ну, у тебя русский без акцента. Я знаю, как серб играть. Какие акценты, есть серб акценты, есть русский акценты. Нет серб акцентов. Ну, я общаюсь с сербами, небольшие у них есть акценты. Хорошо, ладно. Нет, ну, смотрите, у меня бабушка русская, дедушка русская. У меня немножко, может быть, есть акцентерский акцент, но не до конца, я согласен. Ну, я понял. Есть такое мнение. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Ну, то, что без акцента, конечно, это тебе только в плюс. Я же, я же, я же... Я вам говорю, я не могу вам говорить, потому что вы старше меня. Ну, ты говори, как-то не важно, какая разница, какой возраст. Ты можешь мне говорить, я в курсе. Да нет, ну, смотрите, у меня просто, у меня как, у меня, у меня, у меня, у меня в них нельзя говорить. Неправильный возраст. Поэтому возрасте не могло. Я не могу так сказать, чтобы человек был гнев. Понимаешь? без акцента это твой плюс наоборот тебя можно похвалить за это молодец молодец ладно есть они конька некий вопрос а кому есть но я про всех благ тебя счастлива дивану александр и кто александр и я в украине и город какой-то конечно слушаю вас нет у вас есть ко мне вопросы не не поддерживаю я бы предпочел чтобы украина фрагментировалась мирным путем я думал вы меня спросите почему у меня именно александр 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 почему конечно конечно я из харькова сам а я знаю вы русский по национальности из харькова у меня батько покинет секундочку у меня батько покинет был из харькова ну понятно так вот именно при александре втором харьков до всех максимального роста урбанизационного и цивилизационного как город вырос именно во времена александра второго это была русская империя так да российская империя а знаете почему это харькове распорядился вторую длинную магистраль такую транс-государственную после Москва-Питер была первой, а второй распорядился строить нам Москва-Харьков-Крым не куда ни там на Киев или на Варшаву а именно Москва-Харьков-Крым доброе, доброе, доброе пане Олеже, пане Олеже, вы когда вы ехали в Канаду, в каком году? в пятом году в 2005 году? да ясно я понял понимаю ситуацию понятно, ну хорошо вы с Новым Годом, с Рождеством дякую, дякую наложаем вы гарнолюдины, желаю вам от войны не пострадать, ни вам ни вашим родственникам, ни вашему имуществу недолго музыка играла недолго, пока я танцевал вас здесь не пишут? плевать, он в курсе кто? тот, кто пишет семичастный? а вы, откуда, если не секрет? в Сибирь Россия ну, в Сибирь, что? Новосиб или Омск или Красноярск, Канск, Канск Иркутская область Иркутская область Иркутская область не Усть-Кут случайно? нет, Усть-Илимска а, Усть-Илимска ну, это да, это вот Тайшет, потом дорога на Лену и вы немножко вверх отведение идет Тайшет, Братск, Усть-Илимск да, да от Братска вверх а БАМ туда за Лену уходит понятно от Братска у них БАМ горе да, да ну, ладно на какие темы беседуете в рулетке? да, о чем придется ну, о чем что сегодня Бог послал на обед как в 12 стульях говорится о чем сегодня беседуете может, вопросы интересные есть ну, с каждым собеседником разные ну, естественно ко мне есть вопросы ну, вопрос задам как вам там с кленовым листом? да, ничего лучше, чем в Европе говорят по крайней мере да ну, чем лучше? ну, инфляции меньше, как бы чем в Европе, да ну, да в принципе, Штаты вас еще не разувают Европу-то разувают во всю а вас-то еще нет Европа с упорством достойна лучшего применения сама себя гробит, да? ну, не было бы Штатов она бы не гробила себя ну, понятно, что ее подталкивает но она же как это самое как тот поросенок куда хрестнули, туда она идет ну, да, если они там олухи сидят одни да олухи, Штатов, всякие это нет ли нет лидеров типа Деголя? да, нет понятно ну, а что там? одни олухи до Макроны да, да пидоросятник развели и скачут это точно это точно об истории беседуете? ну, история что? история пишется да, история пишется победителями, словами говоря у меня, кстати, на канале много исторических ролей Александр Второй ну, я смотрю, вроде на русских королей похож по моему мнению, лучший правитель России за последние 200 лет вы согласны с этим мнением? нет а кто, по-вашему, лучший? Путин ну, по Путину файл еще не закрыт как он победит, тогда может поспорить с Александром Вторым или даже, может, и высший нет, я вам скажу как он поднял Россию с 90-х годов это великий президент, правитель это... Александру Второму стабильная Россия попала а Путину разваленная ну, я понимаю, но в то же время Путину повезло, что цены на нефть были слишком велики и Путин, заслуга его в том, что он сумел это дело направить на развитие России, а не на развитие олигархов это да я вам скажу, Путину повезло, что он думать умеет ну, я же не отрицаю я же не отрицаю но если бы не было высоких цен на нефть, то не удалось бы так вот поднять Россию, как она поднялась в нулевых годах, по крайней мере может быть, может быть ну, скажите, как ваш канал называется сейчас я вам скажу и где он, в ютубе у вас? да, вот, я вам сообщение прислал, видите, внизу написано всех благ вам, удачи, до свидания ну, это, ну, на русском языке, не на латинице, да? да, вот как написано, так прямо, как скопировали, так и вносите хорошо, спасибо всех благ а за себя он был совсем не разговорник слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слушал судьба тебя и так любит, но не слушай их, в общем-то, всех и назвали русские потому что это глагол русские, это какой чей отвечает 17 гривен, килограмм, оказалось ну, как это не очень дорого 17 гривен, килограмм, это не очень дорого и вообще, во всем мире яйца в мире меряются в килограммах, они штука вы что, издеваетесь, что ли? у нас в килограммах измеряет, вы что издеваетесь? есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо и все равно разные, и цена разная у белкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена а если взять их в килограмме, это взять их за килограмм это будет универсальная цена толково придумано ты черный жопа, мне не нравится черный жопа ты черный жопа наверно зря жалел Деникин хамов их надо было брозгать да плетьми а вот теперь ни воинство, ни храмов мократия помойки диктует моду на мораль мне наплевать, а сердцу горько еще раз зафиксировали, Петр зафиксировали то, что я сказал в Татарстане не надо в Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения это факт это факт В Воронеже передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Львовская область где была? в Австро-Венгрии Опа, так это не дунающих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Русские группы. Мы сделали украинским украинским украинским. Пытаясь. Да, да. Украина, кто? О, все же. Группа экономического. И по конституции еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная. Но не позволят у кого учиться жить. Я уверяю вас, Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковская власть. Улица родная И в непогоду дорога